Добрый вечер! Мы начинаем. Сегодня вы пришли на открытую летучку с программы «Людские справы» в Росклуб. И перед тем, как мы начнем, я нагадываю, что у нас есть Донейшн-бокс, вельми смачная кава за Донейшн. И сегодня у вас будет махчимость задать свои пытания с ротками слайда. Вы заходите на сайт слайда.com, набираете код мероприемства 6553, досылаете свои пытания. Все вельми просто. Все, мы начинаем. Добрый вечер, шаново господарство. Я Лиза Левский. Зараз мы хоть как-то проставим команду, чем тут займается. Только хотел сказать, что отбывалось перед этим на Ютубе. Это аккурат у нас программа, сегодня эфир нашей программы «Людские справы» на Белсате. Это сегодняшняя программа, которая присвечена проблемам сучастных коммуналок в Беларуси. Як оказалось, сами коммуналки по себе, с таких советских часов, которые мы ведаем памятом, уже не такие актуальные у нас. Но есть новый вид, вельми массовый, когда выкупляют доли, невестки и дочки отсутствуют доли у своих свекровьев и т.д. И туда заселяются социальные элементы. И таких бабулек, оказывается, сотни по Менску. И они ходят все толпами по судах, по прокуратурах. Нам до сукала дашли. У нас там со смертным покаранием не заусюду можно зайти. А НСТ проблемы дашли, ну и рассказывается розное трешовое. Справы, ну, жудесные, карате, и справы. Але не только мы жудесными справами займаемся. Сегодня позитив так само будет. Ну и тогда у вас напочнем. Еще раз рады витать усих, кто сегодня пришел на встречу с нами. Не ведаю ваших мотиваций до конца. А прошлому, может, тых вот коллегу, ци знаемых, которые докладно ведаю, что им максимум цикава некая там профессийная, так, адмен досвидом. Вось, и тому, вось, закликаю так, максимально включаться, увесь сейчас казать про свои потребы. Проект людские справы, исны уже неколькие годы, так. Больш-меньш ясной конфигуранции, три годы, так. На телеканале Белсад кадровый склад час от часу меняется, подрозная задача, але, как правило, паширается. Ну, ась, тому сегодня спадарство, фактично, пазнаемится с людьми, которые далекая частка от початку, а фактично тут все наши, карате, команды. Так, карате, три годы, вот, моя мальча тут з усиме працуем разом, и гэта передусим Ира, Ира Чарнявка, Прадусарка, нашого проекта, Ира отказывает за технично агулом целесной. Как это в рассказе, так? Ну, за технично агулом целесной, за то, как это, в принципе, исновал, как собрать ресурсовую группу, как собрать, найти всех людей, найти все, где вы, что потребное. Тому, когда, допустим, у вас будут свои питания организационные, эти питания связаны, ну, допустим, с финансованием этого всего, то, власне, кажется, это для меня питание. Ира, так, такие типовые, твердые руки, дисциплинованный продусар. Вось, я, коли приехал в Беларусь три годы таму, аккурат, вот, вельми хотел копировать, з Ирой працаваць, дополняла мою, вось, гэтую, часом творчасть. Вось, бачу Александра Рыгоревича. Александр Рыгоревич легендарный наш оператор, з дымок, оператор-постановщик. Ну, и что еще? Ну, хопить этого. Короте, так, все, что спадарства, ну, большиня того, что спадарства бачить в людских справах, гэта вы бачите так свету, як бачить в ока Александра Рыгоревича. Да, дякую. Вось, так сама, так сама Кириллка. Вось. Так, Кирилл тут вельми корыстный у пытаньях по пошуку героев без социальных сеток, без закликов социальных сеток. И нават часом когось и притягнуть с таких продержавных студию. Не профессийных продержавников, которые выступают там, и шталту некоторых политиков, так, продержавных, которые выступают по всюльту и у приватности на голосаціях. Але саправды людзей, которые умаются полно принять урошэнням. Вось, ну и мы на сцене засталіся. Ганна. Ганна – наша аутарка основная. Аутарка репортажаў. Ну, бадай, вось, нах самых моцных, при нам сі самага аглядальнага нашог репортажа. Паў мільйоны праглядаў. На Ютубе! На Ютубе паў мільйонаў. На адным Ютубе. На Ютубе прагляды вельми цяжка збіраць. Я думаю, тут большыня веды, да? В контексте. Вось, ну и керуўе процэсам за компутером Воля. Волька наша… Я называю Волю моим менеджером. Вось, но она как бы тримае все графики, все дедлайны и… Ну, все по контролям, короте, тримае. Редактор и режиссер. Вось, и фактично, вот Воля и Кирилл – это манипуляторы меня, короте, так? Это заніточки меня водят, вось. Кирилл больш в плане сэнсаў, меритарычным, так? Які бок, каб меня не панесло, неправильный. Вось, и прапановаў на керуўнкаў, а Воля в плане телевізійным, таким організаційным, больш. Вось, ну и гэта, калі казаць, пра нашу каманду. Па ідеў мы телі праэкты, павінны весь шас паказываць некі видосы тут, так? Я так разумею. Ці вот ці размавляць будем тепер. Я думаю, божа пакажам видосы, трошкі людзе разумелі, што за праэк людзкі справы, бо я дапускаю шмат, хто ведая пра ягод толькі з інтернэта, з соціальніх сетак, бо, наприкад, па опошніх даследваннях, ну, шэйзісяцецець працэнта аудиторі Белсата, я дапускаю праблізна столькі шы людзкіх справаў, это людзі, каторые глядзяць пра с кампутар нас, вось. А ў інтернэці, ў соціальніх сетках ўрывачна, так? Інформація, што гэта такоў, вы маглі бы ведаць некую нашу історію, з якоя му сутыкаліся ці некую тэму, каторымы праэлэму падымалі. Куратка, можа, пакажам ролік, каторый сёня зробіў Илья, он змонтаваў наш режісёр монтажа, Илья, іще не прышоў, вось. Дзе мы паказана фактычна, як мы, на чым палягае наша праца, і асноўныя пасыл, каторый, фактична, адзін з асноўных пасылов ў сёняшній сустрэчы, хацел бы вам данести, на што мы асабліўу ўвагу прадзеляем, это планёрка, это план. Это, в принципе, планированя. Этап планированя в тэлэвізійной професії вельми важен. Бо адзін дзень з дымаўна каштуе больше за тысячу долларов. Мима, не можеш папаўт мима. Спадарство, ну зараз, ешчераз добрыў ден ўсім, зараз мы пачнем планёрку пакажем видео. Я таксама хотела вам сказаць, што ёсць слайда, што можна там задаваць пытані, таксама, яде тама пытаночка, хто вы ёсць, адкулі вы праишлі, і які темы вам будуть наибольш цікавы, птаму што другая частка будзе складацца з таго, што вы абереце для сябе, мінавіта. Там три темы. Там три темы, мы ўже пакажем адразу, каб людзі хтосці будзе глядзець, а хтосці галасаваць. Крацець, тут три темы, з якімі, ну, мы сами для сябе так вырешалі, што нам бы цікава було падзяліцца досвідам. Гэта пошук героя без заклікаў в соціальных сетках, працца з тяжкими історіями, героями, і стварэння НТВ-продуктаў недэмакратычны країні, я так ата назваў, ну, таму што, ну, трошкі, як для заміжнікаў, не, але фактычна, якбы, белсад унікальнішы праект ў свете, нема нічога падобнага, нема, і блізка падобнага праекта, бо ён робіцца, ну, Україні аутарытарны, недэмакратычны, вось, і чакаюць, злідачы, канешні жа, адна з якасці, як ў суседзів, вось, і, ну, ёта выклік, і шмат цікавага. Кажем, даваецца, вот, планёрку, і фактычна, як мы планіруем, і пасля реалізуецца адразу. Вибачаецца, я не сказаў тема, тема аборты. Мы, амаль, што, все планёркі нашы записываем, вот, это так сама прадукт, якбы, лічым, і, і, вот, адна з тема прагучала аборты, наш аутор Алексей пропонавал такую тему, вось, ну, і як, і мы вунікор реалізовували, ну, али пасля поразмовляем, да. Не делала аборт, потому што она сама несёт ответственность за любой свой выбор, і вот эту ответственность мы хотім їй вернуть в її руку. Вернуть, боже, цікаво, а не психолога той, хто пришёл до психолога. Їх мотивы, дилеммы, што в голове людей отбывається, за кими питаннями она приходит до психолога, вот за кими питаннями вона кажет в життя. Батька. Ренатый, он был разом со мной, мы разом в учительстве. И как это было двоять цяжей, то он был тот же побач, али не был разом со мной. И она хочет уже займаться працею, карьерой, самореализацией хочет займаться. Это ж не социальная экономика, самореализация, это ж не социальная экономика. Ти просто человек не планирует, не хочет это всё, это так само позиция. Мы ж таке, что молодые. Ну, вось, караце, и так, в этом ролике это выглядае, што мы спланировали, што мы будем глядеть, шукать героиню для аборта, и рабить эту программу про аборт, али у выняку гэта планерка уже, кратцы, таких планерок было 10 пра эту тему, бо аборта – это одна из тех тем, яких надзвучаска данная реализовать на телебаченне. Ну, и это вот, власна специфика всего нашего проекта. Як реализовать тое, што пару кликов можно зарабить в онлайн-журналістыце, так, некий артикул написать, то тут нам треба, мало того, што знайсти героя, мало того, зробиць так, как он был готовы сдымацца. Дык, фактична, падмануть героя, так, якбы быть, ну, не до канца, можа, зим шчыры, хоць это, как бы, перечыць нашим всім практикам, тому, што, ну, вельми часто герои до канца не высядомляе, што, вот, за этой адзінь здымачный день, который мы маем зим, так, провести, так, мы будем яго кидаць в розны эмоции на Станы, и он будзе и плакаць, и смеяться, вот, бо это, тылебачене, ось, ну, а гулам, ёсць уже некие, глядзеў программу так, глядзеў программу пра аборты, чому вы веў шчац гнули свою лінію, не давали выказацца эксперту з пазіццей пра чойс. Не памятую, я не памятую, а можыць ў докладніць, некой неркій аргумент, ну, заўсёды ёсць ў сітуацы, калі ёсць два гостя, і слизкая тема кшталту аборты, так, то заўсёды, ну, заўсёды, хтосці будзе пакрюджаны, што да голосу, там, хтосці не до конца, што не тое сказаў, што я хацяў, ну, табук, ну, это такое, ось, калі паргумент адразу некі был, как вы понимаете, успешно сработали или нет, на классическом ТВ есть рейтинге, што ў вас, выдатнае пытання, это вот фактична тое пытання, якое так, вот ставить, ну, сёёнішнюю сустрэчу, може будзе, как бы, унікальна во всіх пресс-кубах іншых країнаў, тое, што так, Беларусь і генеральна продусар наш, тут Белсата, Алексей Менчонак, не даст сусіць, это бадай адзіна країна докладна ў регіоні, каторый нема просто махчымаці правецці, вот, ну, то може два слова скажи, бо всех цікавець это пытання до любого Белсатаўскава проекта. Добрый день, я простонник Белсатаў Беларусі, і мяя звуць Алексей Менчонак, і што тышыцца даследвання ў аудиторый, то тут ў Беларусі мы пазбавлены махчымаці проводзіть телемітрыві, так, як робець любый іншый телеканал ў любой іншый нормальный країння, гэта, калі аудиторая даследваюцца ў рэжымі реал тайм, калі да телевізора падлучаецца спеціальна такая прылада, якая фіксую, што чалавек глязіць. У Беларусі мы гэтага рабіць не можам, тому што гэта вельмі складанна просто організаційна зарабіць. І мы проводзім такі даследвання аудиторый ў формі социологічнага даследвання. І апошнія мы рабіли на пачатку лета, і з яго вынікае, што аудиторая Белсата стала расте, каля я зараз прагадаю, лишь бы просто не так пралецео толькі што зашоў. Выходзіла так, што тратсіна насельніства аглядзіць Белсат, тратсіна насельніства Беларусі, з ях 60, не, па-моім 80 адсотку давіраюць парадукту, ну, то біквераць ў тое, што мы кажам, і каля 60 адсотка ўлядзять праз интернет. Все старый. Праз компутер, так. А што ты гмне хацеў, каб я сказаў, я не разумею? Ну, все, все, дзякуй. Дзякуй, дзякуй, вось, Алексей. І Алексей не сказаў, я не веду, маю право, немаю, караці, ну, вось, ну, мы щас прабуем працаваць с нашыми глядачами професійно, ну, социологічна, назовеме, та фокус-группы, не ў забаві літеральна, праз некалкі тыдня, в яхвельмі чакаю. Вось, а так, гмы не камірцына, карцей, так, нам, мы выбираем самі, што здымаць, і за грошы не нашы. Адзіна, хто вырашае, это дырэкція, колькі кому даць, хто, на колькі заслужыл, апроч, там, дырэкція ёсь, там, іще, там, розны, там, програмны секретаріят, каторы, все, на шмат пакрылджаных, ну, это заусёду ў любой справі, коль ёсць вяліка структура, з вяліка колькістью, якбы, ресурса, але іще большай на шмат, ў разы перэвэшаюча колькістью, якбы, ну, людзей, каторы б хацелі такці інакшы тым ресурсам скарыстацца. Вось, ну, і там, спадарство выбрало реалізацію складанных здымкаў. Звернімся да апошнега кейса, таке іс аборта ўласна, каторы вы пабачылі ўжо на пачатку, так, это наш буў ролік, вельмі складанная, ну, вельмі складанная тема, таму што мы больш за год шукалі да гэтай темы гісторію і герое. Натуральна була, якбы, пірашкода, это тое, што людзі баяцца размовляць пра это, так, вось, ну, я бы баялся так сама, ну, тубак абсалютна натуральна, а тема вельмі актуальна. Вось, і была сітуація, калі мы раптам знайшлі героеінню, это буў звонок, зараз мы уключым ўже згуком трошечки ятый репортаж, был звонок, караці, што мы маем героя, Кирил, як это була? Мага, таго, иначе білорускамолна, казалася. Ну, так, и гэта, дареш, вельмі важна, што мы паказываем, што не ёсць, як бы, белорускай мова гета, так, вось, мінны такія темы жацьцёвая, так. Ну, шукалі мы саправды долга, бо людзі пераймаліся расказывать, ну, жаншыны, так, перадусім, пераймаліся распавядаць, боючыся, перадусім, реакцій дзецей сваіх, які ўжо ёсць, які нарадзіліся. І, ну, пастановіли мы шукаць розны гісторі, ну, скажім, была дылема, жаншына, чамо яна вырышала, так, аспекты были такі, што поплывало на рашэння, там, ну, звэшайно бояться батькоў, там, молодые дзевчаты, так, реакцій хлапцов сваіх. І вось, мож, калі таку типовую сітуасыю, калі жаншыны выращаюцца, так, так, ціне. Ну, акурат, вот, это знайшлась дзевчина, яка, ну, в принципі, і была така сітуаса, яна была студэнткай, так, здаецца студэнткай, хлапец был супрыць. Калі зати жарага, то так, зараз, зараз мы пакажем, старый, все, уже сам кейс не распоядай, зараз сам кейс расскажем. Кратце, у нас в абет этот звонок отбывся, а у нас сёня адзіна макчымася это зняць, тому, што, як я уже казал, у нас адзін дземочны дзенька, што е вельми дорого, а адзін репортаж, это адзін палтараз дземочны дні. Вот, восім хвілін гісторый, тубок, мы за адзін дзень павінны влезь чевеку в душу як хірург. І для того, каб все засталіся задаволіны, максимальна безбалесна вылезці. Туль? Ну, і вельми часта это працой, як парад для того, каб чевеку стало некалегче, бо он выгаварився. Кратце, у нас была вот ситуація, што в абет нам трэба було быць вилейкі, это мы маем пауз дземочны дні, із іх, палова гэтых дземочны дні, тубок, палова тёмна, тому што цемнея рана, з дымочны дзень, вельми кароткі. І пікантнасі у сёгі історій заключаецца ў тым, што мы не маглі знасти в принципі чёвека, каторый был бы гатавы гаваріць пра аборты. А тут атрымалася так, што гераіння мела досіць і аборту, і пасля гэтага іще і, кратцей, нарадзіла дзюцё. Всю ад аднаго хлопца, так. Вось, і і Алексей телефонує, а не ўже ёдуць с Александром Ургоровичем в вілейку. Ці куды там? Ці молодзічно. Вось. І што робіць, як знімаць? У нас чатырі гадзіны, а тема аборты. Вот вы сустрыкаець, просто незнаёма ў челавека. Вам трыба зняць гісторую пра смірць і нараджэння. І мы вырашэлі такім чынам зрабіць, што не ігнараваць, цаукам раскрываць герой, не, скажім так, дапасовацься да яго, не выбіраць, што, ну, добра, мы тады здымім історію пра тое, што була пагроза аборта, аля ана нарадзіла. Напрыклад, так, тубок, історію пра нараджэння мы маглі бі выбраць, не? А не расказыць пра тое, што і таксама был аборт. Вось, і выніку кратімы, а, ну і самая галувнае, самая галувнае, це Біларусь, так, тое, што яна працює у державной установі публичной, каторый працює з децьми, займаєт там пасаду працю з децьми. Вось, і яна бала не супраць размауляць без твара, вось, але, ну, якбы, мы парайліся з каманды, не узялі грех на душу карацей, ну, я даваў там, ну, веліку вірагодну, што калі яна адкрыта выступіць, то, ну, макчым я просто звольна ціей, а яна живе там з малым гэтым ад школу інтернація карацей, ну, така цешкая гісторая. Вось, і таму, от іще пытання твару. Адна зянчына, две гісторы, нараджэння і смерці. І так, в межах аборта, так, і ў нас п'ять здымачных дзён, гадзін, прабачте. І мы праймаєм рашэння, што ў дзень мы здымаєм, ну, карацей, ў дзень мы здымаєм, пакуль свєтка, мы здымаєм хутка пра нараджэння, а як стямне, мы едзім дадому, размауляєм пра смерць. І вот, і ну, і вось, што атрымалася, пачатку, вось, што атрымалася, это за п'ять гадзін працы, молодец аутар, каторый, ну, так даў рады з гєроям спрацэваць. Але хіба, што іще гэты ролік нас забаніў на Ютюбе, таму тут невялікая колькась прагляду. Не ведала, што мене робить, і як далі буде складаць моє житчо. Батька, ренатый? Бу разом со мною, ми разом в училисе. І гэты було двоя цяжей, був ян був тут же побач, але я не був разом со мною. Я не свершу курсу в інтернате, жила, і ввесі спрямляється третій курс встало дарнатся жыть, ну, так дарнатся, што зачажарила, это, таки був, это було шоком, був. дарнатся, 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 й толькя тады я змогла відчуть радість, від ця жадності. хтось ця плаць, п'ять гадзін прожитых разом, вось, і, і, мы, караці, ну, схавалі я тварь, калі я наказала пра аборты, так, так, детьмі в провінціі. Тварь був не паказаны явна, вось, тварь був не паказаны явна, мы гэтага не робілі, каб чалвек так сама, був, ну, перад гэтым, ўжа, мэй розмовлялі зі, яна бува не супраць. Яна бува не супраць, каб вы розказували про аборт, так? Так, яна бува не супраць, але ми пасля забоялися, што макалі адкрито пакажем, я тварь, што яна розказува про те, што яна зробила аборт, яна зробила аборт, так, а пасляші, ну, пасляна розділ, мэдвєгі історі, яна зробила аборт, што ята можу ж обернутися санкціями у школі, ну, можуть просто ту пазвольніць, ведаючи про те, што, ну, в провінціі, като бок, ата ризыка. Гэта тлумачить, чому яна народіла, другі раз, так, так, яна тлумачить, яна тлумачить спачатку, што чому яна, я просто не чую, вибачаюся. Не, я кажу, што гэта тлумачить, чому яна другі раз не зробила аборт, або квы схавалі частку історі, не распавіли ўсю правду, такім чыном. Не, мы распавіли ўсю правду, яна распавіла, чому яна зробіла аборт і распавіла, чому яна пасля вырашила нарадзіць. Алесь, мабыць, распавідіці, некі такі етычныя арэнтыры, якімі вы карыстуйтесь, і калі вы робіці ті інші сюжэты, распавідіці? На уласны погляд, на уласны погляд. Гэта асобна, я тэ дыму, можам празмаляць аккурат про тое, што можна стаць с гэроями пасля того, як іна дадуць інтерв'ю білсату. Тут я баяўся, більш не нават не забілсату, першу чаргу за тое, што, калі яна адкрыта выступіць, то это будзе адкрыта демонстрація, мясцова я гэта ўспрымуць, враві канками, врая іно, неважна, хто та адзін, із пятидзісті людзе, каторые могуць пазваніць, так? Яны это ўспрымуць, як адкрытый выклік, так? Як адкрытую, ну, ці пранамся, яны будзець вымушэны рэагаваць неяк. Ці хто ці знаваць скажа, ты бачаў это, хто ці, не дэ канца зразумею, што эта тая дзяўчына, зарабіла, ну, конкретна та дзяў, ну, што эта адна гэраіня, махчыма. І этого ўже будзе, ну, як бы, дастаткова, для таго, каб тыя мясцовае чиновнікі не мусіля рэагаваць, што эта не ёсць так в адкрытую. Так, так, Клёс. Видайте, агулам, скажам так, чандалей, тым все частей трапляюцца герой, асабліва в такіх цяжких тэмах, каторые гатавы рэсказываць свою гісторі, але с закрытым тварам. Ще рэскажу, я ў вогуле, скажам, як прадзюсер во всіх праграмах, каторые я роблю, я стараюся, то есть настраиваю людзей на тое, каторые пазбігаць такі гісторі. Калі чалайк гатавы выйсці на екран, он мусіць паказаць свой твар. Тым не менш, бываець такі гісторі, калі апраўдана паказання, апраўдана тое, гэтай твар схаваць. У дадзіны гісторі, это зусім, как бы, трошачкі іншая сітуація была, потому што геройня была гатавае свой твар паказаць і расказаць свою гісторію, скажам, публична, да, вось, расказаць і паказаць сібі. І тут это було наше рашэнне схаваць і твар мінавіта в гэтай гісторі аборта. Чаму? Тому што мы таксамы не хочым взяць на сібі в дадзіным выпадку была важна сама гісторія, а не мінавіта і я, скажам, я разумею, што завсёду в такі гісторіях падважваецца, скажам, така праудзівась. Аля в дадзіным выпадку і є аргументація, і є гісторія, гэта емоція, каторые ана розказыва, яны былі важній, аны былі важній, чым саправдыват реальність ціє твару. І тут ёсь момент, з каторым мы сутыкаемся, калі наша сістэма адукація можа ўспрыняць такую гісторію, як в пэлным сэнсі дискредытацію работніка, дискредытацію підагога і гэтак далей. І дадзі на вибадку, навіть тепер, расказываючі вам пра тое, што гэта адзін і той жа чалавек, в пэлным сэнсі мы б не хацелі можа быць, каб гэта, скажем так, вышла надто шыроке за профісійнае кола, каб гэта зноў жа не зашкодзіла. Калігія таксам ісі хотела бы дать. Мэл 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 мэлі дискусій на гэтаю тэму гэтак далей, но не взялі на сібе адказнаць, то есть сама гісторія, ті емоція, каторые ана пераказва, аны былі больш каштонамі ў дадзі на выпадку, чым паказання твару. І не взялі на сібе, скажем, ось этат вот момент, адказнаць за далейшы лёс чалавека і за яго, ну, і профісійнаю, і за яго існавання в тем регіоне, в каторым он жи. Ну і тут іще трэба дадаць, што ў першыю чаргу жанчына ўсё ж такі была супраць таго, каб паказваць, да, спачатку яна была супраць, разумеце, і калі ў чалавека такі нестанувчы стан, нестабільны стан, і яна не можа сказаць, сёдні я за тое, каб гэта історія была агучаная стварам ті бі ствару, а потым яна скажу знов такі, ті падась там ў супці, што стеші, ну, как бы, можа быць ўся лякае, разумеце, таму мы тут прэнялі такое рашэнне, але дзяку і запытання, это вірі важна. Это вось сукраць в праці, я не знаю, на нас там ёснавнікий слайд, зараз мы адкажым пра конкретная дадзіна. І гэта атрымала з вашего богу манипуляція з глядачу. Так, так. Ну, і вось гэта мене, ну, вось, я бэта назвал так, спінтэжала больш за ўсё. Ну, разумееш? Ну, шукаць высць. Разумееш? Ці цалка на ёл паказыць, ці з закрытым тварам, ці з адкрытым тварам. І гэта трэба було бэраць на сваю адказнасці, вы гэта робіцець і ці не. Мы тады не дамо эмоцій. Ну, высь манипуалівалі, Алесь, ну, у меня тако ўражыня, што гэта дзві асобны розны жанчыны і дзві розны гісторы. Я сам для сібе вырошу, што мне важній, ну, как бы, данесці гісторію, ну, як бы, саму гісторію, чаму это так, і гэта далі здараецца, і даць максимальны эмоцій, бо эмоційный бок тут вельмі важны, аккурат ў гэтым выпадку. Гэта не расследування, там, ці неякій іншы жанр. І для мені було важна, каб глядач задумався, «эта адна гісторія ціне?» Ці, каб глядач падумав, «Окей, ата адна гісторія». А змоніпалявали ми чим? До якої висновы ми підвели, скажем так? Якщо народження було апасля аборту, то сам сюжет мог би строїться іменно на тім, што жанчіна потім вырошила, зразуміла свою помилку свою, і таді не було б ніяка, як би, апастоші. Що таки, можна микрофонку на реціпці? Калі ви паказываєте члавека з хаваным тварам, гэта ўжо якби як злачынца. А гэта не звёзд хаваный твар, там ёсць ураження, што... Хоча гэта конституційнае права, гэта законнае права кожны жанчына. Гэта права робіць аборт, так? Калі ви ствараеці нават такую картінку, што яны хаваюць свой твар, а хто ў нас хавае твар, звычайна, гэта некі... Ну, людзі... Это слушна, это аргумент, аргумент. Трэба можна знайці і дастаткова смелу жанчыну, яка будзе сказаць, гэта права, гэта права, і яна будзе яго адстоюваць, гэта так сама, ну, якби... Калі ўсце хаваюць... Вось праблема ў тым, што пакули зусімі, хто гатова їх адстоюваць, ми, ну, не пагадзіліся... В санісе, імєлі досвід бі аборта. Вось ўчым справа. Ата дарэча дэ дискуссіі про аборт. Не надо. Ну, табо... Ну, ёрчойсарів, скажім так, ну, якби... Пасля аборта не можуть адстоюваць... Ну, какби... Мы не знайшли гэроя, котры бы гатова адстоюваць. Я хочу подтвердить... Есть звук? Есть? Что найти женщину, которая в открытую, с открытым лицом скажет о том, что она сделала аборт, и расскажет о том, что она переживала, я думаю, практически невозможно. Это нереально. Тем более в нашем социуме и вне брака. Потому что мало того, что это эмоционально невозможно для женщин. В этом, не знаю, Костюковичах выявляється? Тем более в деревне, даже в городе вы не найдете, я сомневаюсь в этом. Я разговаривала с некоторыми женщинами. Во-первых, многие после этого попадают в реанимацию. Во-вку? Ну, это добре. Это уже как бы ситуация самих там... Это уже потом. Так, это сама тема. Так, давайте... Так, мы там и показали этот кейс, тому, что вот так, мы были перед дилеммой, мы не ведали, типа правильно, типа не як зробили, але отбылась дискуссия. И эта программа, вот, по проглядам, набрала кольки, ось, Оля. Это вертающееся до того, як мы можем што лечить. Это сталося одной из причин, чему мы так активно пошли, мы изменилися под социальной сеткой, каб меть хоть якея лечба наших проглядам. И аборты сталося... Так, ну, 32 тысячи проглядам. Вот, 32 тысячи проглядам. Ну, и уличваючи, што, каля 600 тысяч, у нас приблизна аудитория Белсата, ну, нехай нават... Ну, конечно, не кожаный там глядач, аккуратно там глядзел, так, это нашу там трансляцию, так, нашая программа в эфире. Ну, але, ну, я допускаю, ну, больше за 100 тысяч нас докладно глядзять. Это однозначно, ну, як бы, особливо поспеховая, так, проекта, ну, это по миллиону, так. Ну, в смысле, не по миллиону, ну, каля там больше за 500, 600, 700 тысяч, вот. Это каля сквасте все социальные сетки, вот. Так што, вот, и дискуссия трималась. Вот мы пошли на бок того, што мы эту тему не можем реализовать, а таких еще три тема я вам зараз могу нават рассказать, які они. И, але мы нарештим будем, покажем, подымем важную дискуссию в громадстве, прас, мне навито, нашу программу, тому што все основное важное дискуссия отбывается в Фейсбуку у нас, в Белоруссии. А люди в Фейсбуку, это там некий-то там мега минимум процент, карате, от населенства Менску. И эти люди далека не зауседы мают уплыл там на нечто, так, мол, накажучи на конкретные ситуации, там, навокал себе, там, ну, кажется, это вельми мало людей, там, дискуссия отбывается про эти аборты, про все, и, ну, и вот тольки у нас тут, у Менску. И тому для меня было важно, каб гэта история как бы облетела вот регионы, а Белсат аккурат даёт такую мощимость. Наш основный таргет — это региональные, вот, это люди, которые вот в своих местечках. И там и так, мы вот цаной вот этих пытаний, мы это допускали, что это мы не ведали, ци мы правильно, ци неправильно за этим робим, але мы не могли адмовиться, скажем так, а женщины, потому что мы долго её уговорвали зняться. А пасляк доведались уже у момент, что она такую пасаду займая, как и вось, ну, мы не изнойдем просто, думаю, уже иншого героя, а не хотели разыковать цей иным, ну, цейной ситуацией. Олесь, у меня есть пытание до вас. Ци часто такое здарается, что вы пользу для своего героя ставите высшей за некую пользу для программы. Вот это этичный момент, так сам расслабляется. Заусёды. Заусёды. Это первое правило працы с тяжкими героями и с тяжкими гисториями, в принципе. Гэта правила протекции героя. Кале ты заходишь в дом до человека, ты приезжаешь на один день до человека в Новолукомльский район, в Дребинский район. И тебе треба за пять секунд ему спадабацца, за наступные десять войти в довер, там просто три хвилины вам уже сидеть, пить чай и просто размавлять. Просто размавлять. Не записывать ничего, просто поразмавлять. Поразмавлять. Я задаю пытание, которое не веду и адресерча, которое я трымаю от Кирилки. Бо Кирилка, хоть когда там размавляет по телефону, он даёт, ну али одна справа адресерча, тут автор приезжает, ну ты приезжаешь на место с дымок, натурально ты мусишь... Всем своим видом давать, что она под протекцией. Героиня, ци герой. Николи и ничего кепского не станется от контакту с тобой. А за усёды повинен сказать, и переконовать всё этим, что мы только допоможем. Коли не можешь допомогти, а только пошкодить, то лепш не влазить в это. Хочу задать вопрос, почему вы по этой теме снимали только дамы? Хочу задать вопрос, такой может быть мучительный, почему вы снимали героинь только женщин? Ведь если зачатие ребёнка, это же процесс двоих, да? Как к этому относятся мужчины? Берут ли они на себя ответственность за это? В общем-то это... И что вы нам пропуете? Знайсти того чела, который... А почему нет? ...двоих детей... Он же виноват? Ну как бы он же соучастник, то есть как бы... Ну как вам сказать? То есть процесс зачатия ребёнка... Если, допустим, с дамой потом что-то случается после аборта, он должен знать, что это по его вине так само. Ну то есть тоже... Его вина в этом есть. Так и что, хочется, как я его пероконал в этом? Не надо переконал. Вот мы показали историю, я думаю, что пару человек пероконали, что аборта это больно и... Это невозможно мучительно для женщин. Вот, я вот скажу так. Но почему не брали мужское население? Дякую за ваше меркование. У нас есть ещё одно питание у слайда, якоя дотачася вот с этой самой программы. Чому эксперты... Это было. Мы уже... Это было. Про прочойсь? Про прочойсь. Маё пытание такое. Калі у вас есть своё особистое меркование на кое-то эти іншые темы, вы стараетесь и не баланс таки... Не, не заховывать баланс. В зависимости от темы. Есть темы, у каких я пероконаны, у каких я маю уже досвід. Мы пропрацывали... Мы зарабили уже сто... Ну, как бы... Попрацывали с двума стами, трима стами героями, так? Вельми часто проблема такая вельми подобная, так? Канёшня, калі ты наводо выходиш порог до чёвэка, ты уже бачиш, як бы, чёвэка, и бачиш его проблему, і ведееш, як... Як он привык до якой коммуникацій, як зим коммуніковаць. Я відповідно вельми часто, калі, наприклад, самім репортажі, это дано, так? Даводіцца, праймаць ролю, ўжо в працесі створення репортажа, нават не студий, нават, так? Ужо самім репортажа. Это будзе репортаж про што? Это про то, что... Ну, може он козёл этот чёвэк, так? Можемо так і надо, так? Монанці кажучи, ти можеш хуткай прайняць рішэння на основі няких його назіранню. Вось. А в студий ўжо, калі, ты бачиш, то я так саму ўжо... Ну, любая позіція ведоццаў, так? Яна провакує інших нюдзей, так? Калі я буду розмовляць у студий, там, хтось ти там целебреце, а злєва, там, просто чёвэк з народа, я буду просто задаваць питанні, ну, люди будзут просто адказываць. А мне трэба за этой 10 вилін, в каторые розмовы у студий, п'яны былі максимальна вліва, максимальна вправа, каб глядаць максимальну палітру іх емоцій атрымаў, іх історію атрымаў. Вось. І таму вельмі часта я шчыра выказываю свою позіцію, ну, не то, што, што ты віноват там ці штосці, так? Алі пранамся нека меркавання кідаю, некія кідаю стереотипныя часам, так? Штукі, каторые бы просто разагревалі бы саму дэскусію, так? На каторые бы клівалі гості з туды. Эта завсю дэ трэба быць. Эта не інтервю, што ты, какія ваші паны, ну, как бы, ці, што вас там, умона кажучі, за гісторія, так? Там, задаць п'яна. Ана паволі пачне, там, рассказываць, рассказываць, рассказываць. Эта ўжо долга, это ўжо хвіліну на рассказываць, азза долга. Ти мусяш ё перебиваць, ну, добра, муніш ўжо ёс ёсі аписані гісторі. І в agriculture дададо так, наво, што ве так зробіля. Вот ты ведаеш, наво, што она звадыла. Ну, але чувяк ўжо на інші емоцій. Ти яүм ўжо, дэ маніпулируюш, кіроюш. Т 개 бачені. Так, і таму, это файна прафесія, будь ты працуеш, с такой великой колькостю людей, історі, ти пра все знаеш, ну, как бы, бачиш людя�, сprấnанаunalfolk іік, і так далі. Али ты становишься пошным цинником, так, и, ну, в дискуссиях это допамагает. Дякую. Справа тем, что это не информационная программа, это публицистичная авторская программа. Автор, Олесь, и он, ну, павинен меть свое меркование и свою позицию по той теме, которую из этой позиции промовлять. Конечно, бывают такие ситуации, когда один из гостей в студии, допустим, малоговорки, еще что-то. И его позиция вельми слаба, скажем так, он вельми слаба може представить. И Олесь мусит ему в этом допамагчай, али не здраджываючи своему баченню, скажем так, этой темы. Ну, вось, власно кажучи. Ну так, ну, или мне эта позиция сейчас все больше выразная становится, чем больше этих программ. Для меня это проблема. Я не ведаю, что за этим рабить. Это реально. Я становлюсь, я боюсь, что я уже стал просто чиновником, до которого все приходят и скардиц. Ну, потому что мы всем нарком на наших чиновников, але в регионах чиновники так хорошо живут, але и так само отримливают скарги не меньше за людские справы. Так, и наступное питание. Есть ли кто-нибудь? Что сейчас с працей по героям? Как? Школа телерепортера. Вось, то Ганна может трошки расскажет, как... А, Ганна... Ганна в неколь... Кольки? Гады два таму пришла. Три. Три гады таму. Пришла, бо спачатку я робил людские справы, фактично, вот, зырой только. Два их. Бо это было только два раза на тыдзень. Я сам ездил, робил репортаж. И после я сам сидел в студии, а после я дали больше ресурса. Сказали, что вы молодцы. И вот, робите каждый тыдзень. И мне зявилась редакция. Мне треба было уже шукаць автора, которые бы так само робили репортажи. А в Беларуси в репортаже и в телебачене ноль. Ну, те там ноль и там целых тридесятых. Вось. А треба было, ну, фактично, шукаць автора, который бы был готов учиться, что такое репортаж, а тем больше телевизийный репортаж. Вот, Ганна, как это отбывалось? Какую-то школу, прошу, так это назовем? Так, ну, и фактично, часто это я со встречи. Я рыхтовался, когда лекции мы размовляли, обмерковали каждый вариант, проглядали виды. И регулярно шукаем авторов. И весь раз стараемся працывать, короче, с авторами. Вучить репортажи. Я, ну, вот, есть мне таки мини-мани-мануал, что такое репортаж, что такое людские справы. Вось. Подставовая некие речи с телебачення, с репортажа, розная школа репортажа и гэтак далі. Вось. Так, я это отказал. Так что пишите нам людские справы. Вось. Мы завсёдай шукаем авторов. Мы завсёдай чакаем и шукаем людей, которые готовы вучиться, терпеть. Вось. А пасля отрымливать незвычайный досвид. И перед тем, як мы перейдем до інших питаньев, я прошу вас, коли вы хотите задать своё питанье зараз, тут особисто, а не про слайда, то вы подымайте руку, как мы смогли сформировать чергу. И так само не забывайте про слайда кропка ком и код мероприемства 6553. Вы там можете отказывать на наши опытанки, не только досылать свои питанье. Дякую. И по-перше я б хотела вас ешэспытать. Вы обіцали расповісти, як вы добываєте свої геройу без допомоги соцсеток. Вось вільмі тікаво. Вось мы, так як вельмі часто у нас проблема, ну, як бы, в принципі, як мы вращаем, якую тэму мы робім. Мы робім тэму ціх історий, як бы пачынаць праграму от тэмы ціх історий. З досвіду выникает, што найлєбш орієнтовацца передусім на гісторию. Што спачатку шукаеш гісториў героя, і тады толькі фармуеш, на паузу пакуль, і тады толькі фармуеш ўжо тэму па выніках гэтаї гісториї. Але ў нас ёсць такія тэмы, як аборты, ну, ўжа моїх напалавіну дан залічылі, ёсць такія тэма, як підафілія, ёсць такая тэма, як суэциды, ёсць такая тэма, як сексуальны гвалт. Па підафілії мы просто впереді планеты всей, всім на этагу баку начхаць, карацей, маем унікальны просто кейс, ну, невядома нідзе ў гісториў дагэтуль, па колькасті ах вяраў і гэтак далей, па суэцыдах мы таксамы там напередзе, табо кэта найбольш, што нас, ну, і сексуальны гвалт, там можам, мэшэя ступені актуальна, бач, цепер ў штатах, так? Ось, і мы дагэтуль не реалізавалі тэх тэму, хаця мэна надзвычай важна, прастоя, што ту панімаў гэроў. І таму мы прыдумалі такую штуку, што ў нашай праграмі будзе рубріка «Фарсаж», дзе мы паказваў, які гэроў мы шукаем, ці, як мы выходзем на тэму, для того, кабы откукаліся іншы гэроў па этой тэмі. І это бываецца абсалютна розным чынам, і адзін з их мы тепер зараз пакажам, я прасто ёхал, караце, с калегам, караце, на машыне, і падабралі хлопца. І я нам абеўу знял. І это пасля з'явілось ў эфіре, пасля мы пріехалі репортаж пра ёго зробіли так сама. Ему сірота, караце, класіка жанра не далі кватэру, так? Його толькі збіли, так? Старшыня сельсовета там задзейнічыну гаўных ролі, каб не даваць кватэру. Це вельми нормальна практика с сиротами в Георусі. І що, ти калужна квартира пасля 18-ти, дай? Она как сироте, да. Але мене не дали, мене ассоціонували в бардак, але мене в житті мене не біли. Я кога пішел, вхудбивати квартиру. Кто біў? Ну я вообще цих парні біў, дай, знаеш? Ну как ти думаєш, хто это біў? Бля, може от директора это зали. Я к негу пару раз проходил АТОВ. Он первый раз казал, што гаде отработацце полгода. Ну, кратцей, вот, ісцэта мы басля зробілі цэлую тэму. Кратцей, мы негу не быта ўже меліся даць кватэру. Зараз будзім правіраць не ў забаве. Вось, там извязваліся і сельсаветам, і гадагдалей. Той старшыня сельсавета ўже знік, немае га, кратцей. Новы ўже все падпісвае, кратцей, на все гатавы. Але, вось, таким чынам. Тобок, мы стварылі цэлую схему, як бы, да таво, якім чынам мы ціх шугероў будзім шукаць. Вось, ну і пасля гэтага роліка ў нас зявілася знуку, іще одна праграма, таму, што абвістіліся. Іншыя сироты, выплыла праблема адаптацій, кратцей. І воніку мы, вось, па аднаму, ну, просто са знаймам ёхалі, кратцей, з речкі, вось, па трасі московськай, і падабралі хлопця, так, вось, смабілы, мы імелі две праграмы і някалькі геройў. Вось, тобок, наші геройі завсёды пабач з нами. Вось, увесь час. Увесь час. І ціпер такі час, што ты можеш на айфон, вот это все на айфон, на мой айфон, і все это, ну, кратцей, зняць, і, ну, і гэта ўжо, как бы, ёсць старт да распорцовкі цалай темы. Воніку мы зрабілі две вілізарны темы, прасвечэнные сюротам і іх адаптацій. Вось, а які іще кейсы, Кирилу, як мы іще шукаем? Ну, пішуць, нам вельмі шмат пішуць, але эту... Калі ласка, микрофон. Але зім файна пагаварыл, то, канешна, такая журналістская удача. Можна туды выйду, можна так. Але було адно але, і он забыл контакты яго взяць. Я не забыл, его не было. А, так, 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 не было. Увэдзіку... А мы мусіли зняць історую до конца яго. Ну, але спрятку працягнув, і мы, ну, напланерця обмерковывалі ці робім зімнешта з гэтым кейсам. Так, вырышалі робіць, расследування праводзіць, ну, пасутнаці, расследування, так? Вось. Ну, і адразу повстало пытання, як яго знайсті. Увэдзіку спрятку знайшлі людзі, які їм апікаваліся. Вось, і он... Так, так, монастыр їм апікавався. У яго таліфона так, не було контакту. Ну, і, в принципі, прац знайомых яго вишуквали, і там потім даздымалі яго, як би, паказаць, што зім зараз, так. Ну, і гэта ў нас була така історія, як мы называмі, жэць, так? Так, гэта історія жэць, першая частка гэтых сиротов праблема. Другая частка, мы ўжы уззалі такую, так, лайт. Історую лайт, як пра людзей, які дапамагаюць сиротам адаптавацца. Вось. Ну, пра пошуки героеў без сацеток. Ну, насамрыш, пошуки героеў без сацеток не бывае. Бываюць пошуки героеў без закліку. Тому што заклік, ну, ў Фейсбуку шукаюць такого гэроя, гэта такі, ну, адчайны крок. Крок адчаю, па перша. Па другое, мы адразу звужаем, ну, звужаем свою аудиторую, так, па героеў, так. Бо Алесь ўжы казав, што Фейсбук гэта, ну, узкая кола. И ў прынцыпе, великая верагодны, што адгукнуцца людзі, ну, не веду, ўсць, маі сябры, сябры Алеся, сябры оператора. Ну, вось. Тому, ў прынцыпе, калі так аналізавацца цеткі, і, ну, скажам, коммунікацю, так, коммунікацю героеў да, перадача і пасля, то гэта, перадусім, будзе, хучай, за все, ну, вконтакці ці аднакласнікі. Вельмі часто гэта героеў просто в тып самому Фейсбуку нема. Як шукаем? Ніколі мы закліке кліч не робім, але коммунікаця прасацеткі будзе. Ну, скажам, калі нема контакта, ну, некую гісторы нам, ну, такі прыглад, распавядаецца цікавая гісторы ў некім горадзі, некая жаншына, прозвіцца такоэта. Контактаў нема, гісторыя класная. Ну, пачынаецца вестіся мониторынг па ўсіх сацетках, ўчай за ўсё гэта будзе вконтакці. Вельмі файна, калі гэта будзе прозвіцца рэдкае. Ну, там, не Иваншык, не Иванов. Ну, па перше, па перше, я спа шатку, вот так пагараші следах, навад, калі ёс телефон, никуле не телефоную. Леш прабіць шалавека, простыя самая сеткі, ну, ка прось хоць размавляць зім про што, хто ён такі. Па другое, ёсі шы варіанты, калі ты, ну, ўжыз досвіду, што макшыма лепий написать. Написать і дать шалавеку там подумать хаця п'ять хвілін, маё послання там у тексте, так, леш не телефоновать. Тому што, ну, вельмі часто, ну, у нас такая ж країна, так што невядома, хто телефоную. Ну, а тут ж вы шалавек написал. Ну, а потым ўже, калі шалавек ангукаецца, ну, конечна, корректно лепш пытать, там, дайте свай контакці, можамы поговорить, ну, па тэлефоні ў працях. Ну, якби, вот это адзін со спосубом ваходжа не так, ўдавер. Калі шалавек скидае свай тэлефон, то, ну, можна лечыць, што, ну, на 90 адсотка, што ён будзе здымацца. Бо ёсь просто пагаваріць людзі хочуть. Ну, без дымок со мной. Ну, ёсь праблема, канечна, ўсь ўжы закранолі с тварым без твару. Ну, розныя випадкі ёсь бувае, што чаляк без твару, мы праўжае, пагажаеўся без твару, і он там адкрываецца, тіна адварот. Усё железна с тварам, падарозі вэнганна едзе с тварам, праўжае, ўсё без твару. Так, 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 так. Ну, табык людзі могут замыкацца, ну, абсалютно. И, ну, і знову ж, такая психологія, так, по телефоне простей, так, і навыць людям коммуніковаць, нашым героям. Ну, ось каліна нажива праўжае, ну, плюс, это праўжае не просто Ганна, і што Александр Регорвич с камерой, і це все, я патрапўў на талебачање, не чалавек. Ну, Александр Регорвич, а то это ходит, герой. Так, я Александр Регорвич, герой дед. Так, это... Александр Регорвич, і всё, уже атмосфера расслабленная, спокойная, і давайте работе, разумуляць, а пасляўк вам и могам. Это ж... А, не так. Так, ну, я шо ёсць нюансы, она ж другая частка, гэта герой ў студы. Ну, там ўже, якбы, розны ёсць варіанты, там, гэта можа быць... Ну, звышайно, ў нас так, ў нас ідзе стандартна ў студы той самый герой, які ў рэпартажах, ну, маўна каже, такі он здымаецца ў студы, і там ўже без твару, ну, ніяк. Ну, і, звышайно, дургім геройам експерт. Ну, там ўже, простей, і зэкспертам, якбы, з усім. Просто, ну, а з геройам, в принципі, такі ж самы, з большага праблемы, як і ў рэпартажах. Ну, ось, Олесь казал, што вы заставите розмовляць дажна вот тых людя, які не хотели это робити, но вы не сказали, як вы это робите. Люди, які одмовляюцца? Які одмовляюцца, да. Так, ну, ось, вы казали про... А, ну, я заразумею, я заразумею. Ну, так, на жаль махчымысті, на жаль махчымысті, мне, пісім, сісти, сісти, паехать, скажем, к Костюкові, што я самы і нема, так? І гной коммунікація ведзецца альбо прастотєткі, альбо прастеліфон. Ну, калі прастеліфон, чоловік може, ну, пачінаєм, і он одмовляецца. Ну, і трэба чоловіка змотываваць. Ну, заразумело, нам допамагає змотываваць наш слоган, нема чужих проблем, адповедна, мы выращаем праблему. Я скажу, што Залевскі такі аутарытэтны, і он выращит та вашу праблему, і все будзе добра. Ну, нікатаря, канешна, сумняюцца, ну, мавля, ўжы шмат, якбы, тыцкаліся ў гэтай гарваканкамы, і вельмі добры, матывуючая фраза, это «Такім чыном, мы допаможем іншым людям». І ведзеце, ось, праўсім цынізме ў нашым грамастыі гэта працуе, і істотно працуе, да поможы іншым. Мене удалося, але... Іншыя людзі не апынулюсь ў падобна гісторы. Так, 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 мінавіта вось такія матывація. Так, это вельмі часто пануе. А калі ты ўжо пріехал на месце, то перша, ўсіляк паказаць, што герой пад протэкція. Ат першага твояго увахода, ат першага твоя паходкі, як герой бачыць цібе, де ти ўгоходиш на ілоны подворок, вельмі часто ўнць бачат, кто ўгоходиш на ілоны подворок, ну, ў хаті, то все повинна свечаць про тое, што ти приехал, да помагчі, с протэкціей, і ты, как бы, ну, настроен конструктивно вось. І... І вы одна команда вось с оператором. Вы повинны двоих вот просто в свою семью, так, как бы створить мини-такую семью на этот день. Ну, а перше, што ти робиш, шукаеш супольна пункта ісудокранання. Вельмі часто это нешто подобне з биографію. О, там, а я там, ну, і деліться своей про себе інформацію, вельмі часто, ну, не бояться, бач чырам адразу, так. Вось, а вы адкуль? Вось, а я бачу у вас там вісіць этот сами, з мостов, стяжок, я ж, мне там рот з мостовського района, з якой вы там віскі, ці адкуль? Ну, вось, шукаць некі моманты, хоць вы там зараз будзіться хутка размовляць про тое, што яна, што я там сына збіля да смерці міліціянты, так, і он був недаразв... ну, з ДЦП, і яны його, ну, прынялі за п'януваті, за когось ці вось. Але пакуль, што да размовы, як вы перейдзіць, да размовы на камеру, вы размовляецься про тое, што на нём ане у гэты час там года вельмі файна в мостах, так, умовно, кажусь ці пра штості. Знаходзіць супольные пункты. Калі не знаходзіць там некіх биографічніх, ті штості супольных, ну, в працесі коммунікації, казаць пра свой досвід, паказываць свой аутаритет, што ты в этой праблемі ўжо, как бы маеш некі досвід, так, і што вы там тыцкалісь туды, і што сачэняровы канкамы паўну сказаў то-та-то-та, так, 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 ну, как бы паказаць, што ты в темі, ты в темі, ага, і таке, ну, зараз мы это саме, вот, і, ну, і гэта так, так сама. Ну, дайте, може, яшо езен момент, так, нюансік, ў працях тагу, што Алесь казаў, што вельмі важна протэкція, так, протэкція для героя, і сапрауды дапамагчы некі... А паралельна ідея репартаща пра бествары. Мы пріяхалі в Витімск, 300 кілометраў, а чувак кажа, што я буду бествары. Так, так, это сты, хто адмавіўся, так. Это сты, хто адмавіўся. І яшэ, што працую, ў пошукага, гэта калі сапрауды обороніны і аказана дапамога герой некіх минулых перадашав, яны самі могуць звертацца да цябе, ну, умовно кажа, што так, табе пішуць, там, тэліфануюць, ось така історія ёска. Гэта табах ты прасуўш ўжо як студент, так, як заліковка на студента, прыгладно такі інформація. Ну, і так, ўжо, якби мы за три гады працы маў, ну, часам, ну, выбираем темы і героў, канешня. І часто, просто, это ўжо не... Бо в інтернаці вельмі редка мы ціпер берем некіх темаў, некі героў, некі натхнені можа быць, так. Вось, а тута ёсторія з нырка, напрыкат, з этой жанчыной, так, катора нырку хацела прадаць, мы назбиралі за 18 дзён 10 тыс. і долларов, ці рублей. Рублей, рублей. Вы куратка раз павядзіце, што гэта за гісторай для тых, хто першыню гэта чуе, пра нырку. Вось, то гэта сусед павёзцца ў мене, ён дагістанец цахаў, начы цахаў, але рот ягон из Дагістана, вось, і ён просто патэліфанываў, ці я магудай го прісті на нейкуў размову, так. Пахутары ў мене сусед ў вожэнскім районі вось. Ну, я прышоў, ён ме завёў в пакой, націснул на манітор, ён загорыўся, стары такі Самсунг, а там адкрытая сторонка в аднакласніках, і піша жанчына, што, вот, карсей, я пачынаю чытаць тэкст, каторый ён атрымав. Я пачынаю го чытаць, і другая рука ў мене ўже лезе в айфон, слэг, я пішу колеге п'ять хвилин, ў нас ёс тэмма, буде тэмма, карасей, вот. А, я так адразу в айфон, а там тэкки перші родки. А он такой, мене так, Олесь, Олесь, но ты читай дальше, там про почку. А там ещё не було, я не прочитал про почку. Ну, я уже разумеў, что, как бы, ну, по самой наррації, ну, вот написанной, так. Ну, мы шмат уже бачим з вороту розных, там листов, коли люди рассказывают свою историю, а ли уже по першіх родках було зразумело. Вот, і фактично, так і пачінаецца репортаж. Вось, менавіто, так ми пачали цей репортаж. Можем включить цей репортаж. Вось, так ми пачали цей репортаж. На початок, на початок просто. Початок із гуком. Початок по самый початок. Вот. І так вот ми пачали цей репортаж, фактично. Люди, прошу вас помощи. Нет, не материалу. Я прошу, может, кто подскажет, де можна продать почку. Никогда не курила, не пью. Веду здоровый образ жизни. Зовут меня Уполит Лева. Мне 47 лет. До сих пор совсем сама справлялась. Но сейчас жизнь заставила органы продавать. И комиссия по делам несовершеннолетних. 25 лет я воспитываю сына-инвалида. 25 лет никому не было дела. Как я живу? Где были органы опеки, когда я с треми детьми осталась без жилья? Или коротко, она продает нырку, как на ремонт у квартиры, как квартиры ахаться, и заробить, как отшапились от социальной службы. Бо они погрожали забрать опеку над детьем. Это и гроши один на иснованне карацій. Ну, натурально. Ну, и выникло так. Выникло. Мы спробуем себе разных. Ну, вот и попробовали, как бы, вот далаку такую заробить. А, и что? Цей, какой там еще, может, доказать цей питание? Что еще про это рассказать? Дякую. У нас еще есть одно питание у слайда. Яно не про нырку. Яно про то, что читать и куда исти, как научиться телевизийному репортажу. Расповедите, пожалуйста. Ласка. Ганна. Не ведаю, так само. До нас приходьте. Телевизийный репорт. Ну, у нас была выдатная школа документалистыки, так. И пасля, вот что с тебя отбылось, караці, в 90-х, что вось оборвалося с увесь помеж покаленними. Александр Горович про это може шмат рассказать. Вось. Канешне, это полнонекие рашэнни были политычные, институциональные, ці недорашэнни, ну, и гэтак далей. Але вось эта сувесь, караці, оборвалося. Ну, як і с мастацким кіно, так само. Вось. Ну, и натуральна, с телебаченем, и телерепортажем, так само. А вы хочеце істі телерепортажа вучыцца. Карацей, спачатку асновы вучацца телебачення, гэта даебе ўсад, як бы, для супраціоннікаў, так, таке праводзец шкалення. Ну, але цепер, канешне, мы уже, как бы, выхавали сваих людзей, таму, мы уже, нават цепер радзей, мы не праводзім цепер ніяких курсаў, вось. А ўжо по кожны праект, ў межах білса, та сам, як бы, в сваих камандах, яны організовуюць вучобу, ў тым ліку ўнутрэнная вось. Ну, я кажу, я мусю сам писаць такі мануал, дзе рассказываў, што такоў людзкіе справы, што такоў репортаж, які школы репортажа ўсть, польская, росейская, так, умолна кажучи, вось, і асновныя правилы, роля аутара, там, не веду, роля камеры, там, якая можа быць камера, якого акштаўту здымкі, што такоў монтаж, якім чызым монтаж, і все гэта толькі ў практицы, я жыву каля Академія Мастаццаў ў Менску, вось, і там шма студэнта, вось, і, ну, мне в магазіне сустракаюць, і вот яны, яны хочыць працюлівскія справы, навучыцца рапіць репортажы, ім вельмі падабаецца, потому што ў їх там, на режиссуреце, вось, ну, і тут натуральна репортаж, это, па перша форма, это телевізійна, это одна, один слон в учобе, і другі слон в учобе, это, канешне, як ята все керуе, это репортаж, як журналістський жанр, вось, а ў выніку, все это бедновоецца, ў Мастацка журналістські, я бы так это назвал, жанр, тому што репортаж ма перадаваць эмоцій, это мини-кіно, і для того, каб перадаваць эмоцій, трэба володаць правиламі, якім чынам, ну, телевізійным, перадаць эмоцій, вось, і таму, запрашаем да нас, пішыця да нас, калі ёс жадані, вучыцца репортажа, пішыця, стопрацентна, как бы, атрымайця, ну, пранамсі, такі, вось, старт і разумене, што гэта такоя, ну, і будзеце присутнічаць на нашых планерках, паглядзіця, як это выглядае, вось, а пасля можам паступово рухаць адалі, а што читаць, ну, у мене ёсць, як бы, спіс, хуче із пасылок в інтернеті, так, вось, ну, і мой мануал, каторый я даю, людзям, каторый прихоцяць праціваць проєкт. Дзякуй, я павідамляю, што у нас застал ся час таліки для двох пытаў, калі хтось із вас жадає задаць пытаў, то вы падымаеце руку. Калі не, то... Можна перебіць калі вас? Канеш. Ну, вось, було, сёня шмат, мы зверталіся да таго, с тварам, без твару, воніку, і вот, што такоў репартаж, да, і што такоў талі бачані? Мы пріехалі, можам Витебск включіць, от репартаж? Мы пріехалі в Витебск, і там герой, каторый некалькі тыдня правіло вар'ятні, і вышло, толькі дзякуюча таго, шых установаў, ну, регіона гэтага, вось, альон сказаў, не, я не буду тварам, а мы, ну, керолца, апіратор, аутар Ганна, пріехалі, а Ганна мне таліфануе, ну, шо рабіць, шо рабыты? Вот, ну, прінілі рэшэння здымаць гісторію біз твары, і вось, зверніць ці, аты репартаж, як можа выглядаць репартаж біз твара, ну, як бы, чуство страха і тягостне воспоминання одземць дымаў, як в тюрьме, кога тебе угрожаў, то ест шаг влево, шаг вправо, тебе щас резинові палка пройдутся по плечам, там называют тебя на «ты», могут тебе что-то такое мерзкое сказать в глаза, потому что знают, что ты не ответиш. Вообще, это называется беспредел, а не медицину. Были случаи, когда привязывали к постели и избивали, это мне женщины рассказывали, что совсем невероятно. Если это медицина во благо людей, то я чего-то не понимаю в этой жизни. Это просто феал концентрационного лагеря. Ну, а это вы ПЧ-2? Да. Что вас коротит? Жреба, привет, да. А там люди есть? Да. Поднимай над составом. Поднимай над составом. Поднимай над составом. Так, все, все вместе, офицерский состав, офицерский корпус поднимай. Мы были в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участвовало огромное количество людей. Я никакой не герой, я просто офицер запаса. Я выполнял свой долг. Это, идеально, мне впервые поставили еще на одной из чернобыльских комиссий, но я не врач, и не мог знать, что означает... Красиво, это история глядится. Так, там это Чернобыль, рабство заявляется, и он оказывается, там Чернобыль прошел. Пока я не попал почти случайно в медицинское отделение областной больнице. И тогда встал вопрос лечить меня немецкими лекарствами. Там лекарства, те, которые не производятся белорусской промышленности, меня начали пичкать белорусскими повторителями. Лекарства называют дженериками. И мы навод трошки показываем его нетвар. Но мы разумеем, что ему ничего не будет. Он пенсионер. Ален попросил без твары. И он даже сейчас задоволен, так, Бошкирил, задается. Телефоновал был в Верме по-настоящему. И начали пытать, чего я тут шатаюсь и жалуюсь на качество белорусских препаратов. Ну а дальше... Ален трепил вариант за то, что писал в Скархе, за то, что отручиваются белорусскими препаратами, которые налечились от чернобыльских наступствов. Заменили на... Так, заменили... Ну, замежные, так, которым реально помогали. Ну, Вось, так, что можно вот... Это школа репортажа. Снять без тварых историю, как бы, так? Завезли, так называемую, дворку. Это я в офисе. Закрыли в пятом закрытом отделении. Это... Выцележку притягнули в офис. Включили звичайное светло. Туда задзернул... Туда задзернул... Женик, знайомый, режиссер. Я кажу, о, Женик, ты в джинсах. Такой мужик. Легай. Женик лег. Пришел... Пришел... Пришел на пять хвилин задзернул. По стенкам ползает. Так. Туда бог. Кали твару нема? Бо вельми часто твар визуализирует историю. Эмоции на твары. Яким чином человек великое кашет. Кали мы немаем твару, то великая увага визуализации... Ну, как... Так. Без твара, скажем так. И ты максимально спробуешь... Галоперидол. Галоперидол. Причем белорусский галоперидол. То есть плохой. Аминозин. От него скулз... Зачем его лечили? Там, варятник, раций. Люди задыхаются от него. Но у них там свои методы размоза человека. Ну, короче, это репортаж. Бесправие психически больных оно абсолютно... Есть еще в Калибасской океопытании. Может, трошки... Кто сетекавится социально... Вот я не ведаю тут. А вы все расповедите про то, як вы с государственными... с государственными органами общаетесь? Можем тогда кейсы сонимскими, так? Как вы приводите этих людей с офицейных установ на передачу? И как вы их уговариваете? И какие мотивационные ваши там слова? Тут калеширы адразу скажу, что это бывает скрайне редко. Скрайне редко. И тут нават больше важно не притягнуть человека из некой посады, яки прямая решение, а как прагучала эта позиция минавито державы, как человек просто представлял, он может быть клерком там, звичайно. Бо это проблема на угол когось вытягнуть из державных. Ну, скажем, супрасовника некой территориального... Как это назвать? Территориальный... Центр социальной... Аддел... Знайсти человек, який пришел бы и сказал не просто там, як они допомагают старым, а про проблему, чому они... Чому они не дадаюсь рады зусім комплексам. Вот это уже проблема. Бо сапрацовники державных органов на нейтральное описание своих функций тут без проблем. А калеша присті на дискуссию с кимсьцем, где твою позицию, твою позицию, ну и читай державную позицию, разобьян некий эксперт там, умовно кажучи, оппозиционный, так как мы любим называть там двукости. Ну то это уже погроза и погроза позбавиться праце. Ну тут особливо тут нема че похвалиться широкая же, что так, это вельми редко, но алец треба спробовать. Так, спробовать варто, тому что здараються все равно таке выпадки и... Ну але я тогда так само как бы стараюсь максимально быть конструктивным. Ну студы, тому что у меня задача допомогче людям. И до конца довести эту передачу. Так, и до конца але реальная задача это допомогче людям. Ну а для этого треба быть максимально конструктивным, собранным, часто нейтральным, так, але часто ты включаешь роль у потерпелого, там, те ахвяры, так, этой ситуации, эти там репортажи. Вось, як мы отримливаем... Ну, основное правило, чему нас часто удается отримливать в репортажах, позицию, там, людей, которые там займают спелные посады, ци штости, это аргументы. Калле у тебя есть аргументы в голове и факты, то другий блок будет завсюды. Вот. Завсюды. Калле мне там коллеги часто кажут, ну, як мы не... Ну, там, не по моей команде, ось, не в нашей команде, але, калле есть аргументы, карцей, с якими ты звертаешься до когось, ты завсюды отримаешь. Вельми часто так, тебе треба исти на манипуляции, так само, зимые уловки, к шталту, там, потелефоновать, там, передают все штости, ну, и пригрозить. Это люди, все, как бы, работают в этой системе, а эта система работает на одном. Кто-то звонит и... И тут не повинно быть... И давит. И не повинно быть шансы на роздум в шмат. Абсолютно. И ты просто, когда, например, так ты бачишь одразу человека, ты одразу стреляешь, самое важное. Так? Вы же прикрываете его. Ты не пытаешься? Как вы можете прокомментовать то, что там люди лечат, что вы у них скрали по сродкам там ремонта, там, не знаю, там, все пластиковые окна, там, не поставили, а скрали их, так? А одразу это... Вы прикрываете директора БМК? И он такой, ничего себе! Нет, они прикрывают там и починая... Ну, и ты уже одразу, ты выходишь одразу до позиции. Ну, то бог, и он еще не отказался, он датычно от этой ситуации, а ли он уже про нее размовляет. Ну, то бог, часто пытаться, коли у тебя такие, ну, твой вострый такие чиновник, который ты ведаешь, что тебе можно как бы за одного посадить, и, как правило, они поддаются в это, вовлекаются. Зараз мы покажем один из таких кейсов, как правило, они вовлекаются, а ли вельми редко денечуясь так, як повинны денечуясь, и могут поедать и денечать. Это просто развернуться, не отказывать пойти, что сти, так, ци сказать, что я выкликаю милицию, ну, как бы так, ну, все равно, еще до приезда, в милиции ты маешь час, а ли вельми часто из-за все до этого працует, калле ты берешь еще языка с собой, берешь с собой мясцового жахара, и все, и с мясцовым жахаром, который твоя подтрымка, и га так далей, ты можешь все. Зараз мы покажем кейс, калле у тебя есть факты и роспач людей, ты крысаешься с роспачи, это мы приехали, мы приехали у господарку, перед этим только, перед этим, мы приехали у господарку, трошечки, трошечки, от самого начала, и это одна с кировничеком, диспетчер, господарки, державные, державные Рави Конкаба. Вот, мы пришли к ней, и там немае за что жить. Стали мне звонить даже уже в одногоды и плакали, она глупила все по ним. Ну, как быть, если свои деньги ты не можешь получить? Она их наличивает. Выборочно писали, чтобы получить как-то заработный план, писали заявление на ВЭЧПУ. Ну, быть, как-то заработный план получился. Директор наш и подписан у выборчика. Мне всем говорят. Хочу, я тебе подпишу, хочу мне. Мы еще хозяин есть. Мы в один прекрасный момент и не задавайте к своему директору и пусть он тебя сойдет. Со слезами на глазах я не достава ходить к директору. Горгайте, иди. Иначе не звонит. Пусть. Телефонок с района. Мы записываем интервью и с района звонят. Привет. Есть не кто. Мы с обратной отвечаем в руку. То, что мне задают, я решаю. Вопрос. Вот. Это так. Так, все доброе. Вот. Это кейс. Державный человек. Так, так, так. Ну, или это просто была ситуация со звонком. А теперь можем наступить на слонимский кейс. Это я размолваю как бы с чиновником. Это слонимские. Не, ну, или слоним, 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 слоним. Коррупция. Коррупция. Все там было на паперах. Мы уже имели паперы из УБОПа. А, все там. Мы уже имели паперы из УБОПа, потому что местовые же хоры, которые в это были затягнуты, у нас не было документально подтверждение этой коррупции. И мы парали адвокаты, они сформовали, короче, заяву в УБОП, и они, как местовые покрюдженные, мают право отрывать смету все из АБЭПа, не УБОПа, АБЭПа. Так, из АБЭПа мают право отрывать всю смету. Мы узнали, что было фактически взроблено, а что было на то, выдать кого на карате. И у нас, мы ведали, где он працует, кто за это все, за этим всем стоит, но мы выросли по всей всего конфликта, который мы описали, и мы все засняли. Исти не до, как бы, в рабочее место, а обезопасить тебя. Потому что, как ты приедешь на рабочее место, уже весь район будет на ушах. И милиция, все, все приедут червоные, от этого, чтобы, блин, и к нам он приехал, к ротей. Вот и мы поехали снять его дом. А для того, как снять его дом, обезопасить себя, мы взяли заказ с собой. На улицу, где проживает Шмейнерик. Так, я могу показать, что мы демы. Ну, этого чиновника, который на крауде, у него там невестка коттедж, мою новую ауди, на водитель. Вот, я его брал на понт, как бы так, одразу, что дело уже рассматривается. Вот. И он, ну, я сказал проект людские справы из интернета, и он до конца не просек, ну, он подумал, что дело рассматривается, может, это БТ, КГБ кого-то подскало. Вот. И он просто, ну, это его водитель. Я микрофон выставил. И что вы визуально погасили? И что вы визуально погасили? Ну, и что вы визуально погасили? Какие там контакты были, коллеги, израиль? Визуально то, что там есть, только где. Что вы визуально выставили? Ну, вось, короте, ну, вось, таму, ну, треба користаться с того, что, она система, она працует по усюлям, она вельми примитивная. Вось, и, ну, другий блок за усёды можно. Вот, користающийся тем, что они, он отримал два года умовно после этого репортажа. Хотя, без конфискации, хотя, все коттеджи стоят до гэту, или гэтак далей, и мы там придумали некий минимальный артикул, и два года умовно далее. Ващенники, коллеги? Олесь, а ваши материалы проглядаю юрист? Перед тым, я готов всё в эфир пойду. У редких выпадках. У редких выпадках. Бо, ну, ну, у нас была вось программа вельми такая тяжкая с еями, пра вось пасля гэтага забойства пылодого чалэка, яке выходзю з бара. И это был позитивный, как бы, сюжет, мусил быць позитивный сюжет, што все ж таки у нас есть люди, которые, как бы, не боятся высти на улицу, и, скажем, и семья их прямая, гэтак далей, но в опошний момент яны адмовилися как бы, свои твары показывать, и гэты справу саправды разглядали юристы канала, и там раэли. Зусім недавно у нас была так сама яка сте тема, которую мы включали юристов, это... Секс-туризм? Так, секс-туризм, Она была связана, да, с секс-туризмом, это была история про... Мы показали в адным кавау, на адным плане, цягом полторы секунды, где-то там далёка, была цитата с тиндера, и там была некая дзевчина, и дзевчина себе это пабачив в адам тиндере. Это был кадр, да, герой наш просто разглядая там в тиндере, это самое, где-то спыняется картинка, и вот незаблюренный твар гэтай дзевчины, но как бы там мы вельми худко поправили гэтую помылку, и дзевчина была... Ну, так сама они... Так сама зверталися до юристов, табук в таких темах, которых... в таких выпадках, которых там ёсць, скажем, такие моменты. Ещё, конечно, программу прымают в Варшаве, и ё праглядаюць отым далеко и на гэтый конт, и ў нас было некалькі поправок от Туль з Варшавы, калі, наприклад, ёсць розны законодавства, звязанны с тым, як можна ў Беларусі і ў Польші, як можна паказывать, допустім, твары дзецей. Ну, вот мы так заблюрили у Веніку, так, вось, там была дзяўчына с Нидера, і она аккурат праглядела эту программу, ну, одразу на другий день она ўже как бы сигнализовала. Так, в принципе, канешне, мы, ну, як бы, звычайным стандартам як бы следуем, так, ну, и бываець у нас по инвалидности, по инвалидности, так, вот Ганна теперь робила, это была вельми складанная тема, што мы фактична там обвинаватели як бы человека в коррупции. Вось, и мы, вот это вот так само мы вельми так вельми так докладна праглядалі практична кожны кадр и текст фактична кожны сказ, тому, што там людзі обвинавачылі свэго керавніка в коррупции, але гэта не было нау просто в обвинавачылі. Аны падалі заяўу в прокуратуру, прокуратура і разглядаў, табо крашэння нема. Так, ну, і бухаўтарка, бухаўтарка, которая долгий час была, ну, някалькі годы, она была бухаўтарка, корэцей, гаўна бухаўтарка этой ўстанові. Ана кажа вот так. Ана просто кажа, як, ну, так. Я кажа, я туль валіла, што бы там ноги, што бы этэт сам, наручнікі на рукі не адзели. Ну, і вы, вот, ну. Ну, тубак так, мэталві щас сэтым працюм, але пакуль, што ў нас не було прецэдэнта, тфу, дзеб этэт сам. Мы завсёды, плюс же, мы іще і здымаў, так, з геройми, канешне, мы пытаўмся на камеру згоду здымацца, ка пасля не була праблемаў, і он на камеру кажа, вось, махчим, ата можна фармалізаваць паспадписані папіру, ну, мы пакуль, вот, таким чынам працюем, пабачым, як это калі што, паўс працюне у суде, але вот юридычны, таке. Пакуль, што, мы мели некалкі толькі судовых администрацыных справаў, але, так, калі толькі пасправе акредітація, і то, даўно їх ўже не було, і мы вось задумываемся, чаму нас так, это, терпять. Пам'яту, приехали в Хойники, і вышли, нам треба було с Регоровичем три плана центра города, три плана, і мы думали с этим центром, как этот план, этот центра города, будешто там і милиція, это ж район райцентр. А калі рані, ты там мог приехать, там што-то походить, в курточку, то тепер тя ўже все знают, калі в райцентр приїжджаєш, то ты ж ж все, власне с Регоровичем с камерой, і тока достали, мы, едет уазик, я кажу, о май гад, все красиво, с Регоровичем сходим, басля уже выходит, это выходный день, був неделя, майор, начальник этой районной милиції, все, ну што ж вы так, без подопреждения, пройдемте в кабинет, посидели, поговорили, ну і отпустили. Так, 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 я стараюсь быть максимально корректным, максимально корректным, максимально сговорчивым, максимально открытым, максимально конструктивным, вот. Я часто имею дело с ними, поскольку я правозащитник, так вот я никогда не прохожу в кабинет. Я спрашиваю, я задержана? Если следует вопрос, нет, значит все, я ухожу по своим делам. Если они что-то мне запрещают, я спрашиваю, на каком основании? Приведите пункт из законодательства. Потому что вот эти вот прохождения потом и заканчиваются тем, что я начинаю где-то кого-то искать, и уже, да. Ну, у нас был такой кейс, мы поехали мимо, проезжали, короче, везки, про которые в Калисте робили репортаж, что там вода была нитратная, короче, там немовля помертым, подозрения были, что от этой воды, короче, это агрогородок в Кармянском районе, так, зараз только, ну, и, короче, мы только вышли с камеры в этом агрогородку, со всех хатов люди, короче, как завсюды, уже к нам, короче, кучей, и мы уже маем человек, ну, за хвилин 15, мы мели человек 30, короче, вот уже навоку себе, вот, мясцовый же хоров, ну, а я уже одразу Рогоровичу там с кировцем, ну, что, хлопцы, рухтуем документы, бо, ну, зараз приедут, короче, едет автобус, автобус, короче, приезжает автобус с Равиканкап, короче, с этого автобуса, пас это был, ци микроавтобус не павит, и выходит с этими прическами, короче, дамы там, весь Равиканкап, короче, приехал, ну, но мы стоим, короче, и этот народ, что там вода такая-сякая, не мог чем пить, снимает этот самый, вот, но эти чиновники, короче, идут не к народу, за ними разумевляют, короче, к нам, вот, и милиционеры, и милиционеры не разумеют, кому он мое идти, ну, что их вызвали сюда, так, а там 30 тысяч человек, и мы тут стоим, глядя этих, вот, ну, а этот милиционер, червоными плямами, короче, пошел под этот, я думаю, я бачу, что мы гердя, я бы даже спокойно скажу, зараз мы вам покажем свои документы, вот, после вы потелефонуете своему начальству, вот, и мы с вами думаем все, что мы просто теперь сядем в машину и спокойно себе поедем, вот, в этот момент Александр Егорович, конечно же, он уже меняет все карты на камере, а камера стоит на огульном плане, и мы по-любому стреляем все, что отбывается, этот самый, отбывается там наступное, что на топ, короче, я реально был момент, боялся, что до, до, раз физичного гвалту дойдя сбоку народа дотычна этих чиновников, которые в коем-то веке приехали, так, да их, короче, и этот милиционер, ну, я уже, короче, супокоил народ, вот, уже как бы, вот, прямал ролью, что просто, ну, этот милиционер уже был в шоке, ну, за что ему это все, вот, и тому, и саправдой, так отбылось, мы дали документы, и он позвонил начальству, короче, и, и, короче, и сказал, что мы ехали, у нас все было, нам хорошо, говорю, все, и мы едем, вот, и мы уже взяли все эти эмоции и так далее, и мы, короче, ну, они нас еще, короче, пильновали до выезда из района, до выезда из района, только табличка закончилась, и их на район, ну, они за нами ехали, короче, они развернулись, и после, короче, было наступное везлое, такое великое кольцо, там, типа, ты на Минск, ты куда-то там, можно этот самый, и на кольце стоял кратей, пацаны стояли так само в форме и глядели, куда мы повернем, вот, помахали им, что все, поехали туда, вот, так что, ну, покуль, что максимально конструктивным быть, а, а, так прикольно же было с этим, так еще, памятаешь кейс, что хлопцев вы неку вернули, дачку вернули батьку, вот, это так, выкликали милицию на нас, которая героиня, ну, типа антигероиня, так, умовная наша, на нас выкликала милицию, в некую милицию забрала и отдала мужу дачку, это наш этот герой, и он теперь с дачкой живет, даже таким чином мы допомагаем людям, и вельми файна отремливается это допомагать, вот, калиты конструктивны, спокойны, так само працаваць с нашими правооховниками, вот, это девчина так, в американских майтках, зараз будет, зараз, пасля, пасля, агульного плана, все, можете заканчивать, дякую великую команду людских справ, дякую, што вы пришли, у меня есть для вас короткое поведомление, у нас вельми худко, у пресс-клубе будзе тры новых мероприемства, першых, это у неделю, третьяга снежня, у нас тут отбудзется публичная дискуссия, пра реформы у армии, ад кампании, стоп дедавщина, потым у ауторок, пятага снежня, будзе медиаток блогеры, и журналисты, конкуренция эти супрацовнятства, и у пятницу, восьмого снежня, вас чакая открытая лекция, Эндру Джека с Financial Times, не пропустите, приходьте, региструйтесь, и подробясь не про наши мероприемства, вы зможете пачитать на нашем сайте, пресс-клуб.бай, дякую, до сустречи. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова